добрый 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 вечер дорогие друзья уже даже дело ближе к ночи у нас но у нас нави против hellraisers а драки тут прям такие колоссальные случаются нави тут вообще я смотрю обозлились на весь мир и под горячую руку попали ашеры в первой игре у hellraisers проблемы были колоссальные проблемы эти зовут на его зовут фаник фаник там линию съел очень быстро благодаря бруд мазер ну и бруду забанили hellraisers от греха подальше не надо она ашером как против нее играть я не так понимаю не совсем в курсе нави забрали себе сфа для дэнди забрали себе лишь рака я думаю что скорее всего для хвоста shadow demon ancient operation и еще один пик еще один пик оффлейн вообще не вижу нави никого нету из ребят на сложную поэтому скорее всего кого-то для фаника сейчас еще будут добирать со стороны команды hellraisers есть пак есть undying дазл и джеки тут немножко ситуация сложная во-первых пак может идти в сложную вот во-вторых пак может идти в легкую в третьих джеки ра может идти как керри а джеки и может джеки ра быть как сапа вот если undying если наберут еще кого-нибудь в сложную hellraisers то могут в принципе и джеки сделать керри тоже вещь рабочий да она конечно тухловатая но рабочие добрали жира немножко коллектив на то свинцер взяли себе bristol бека скорее всего для фаника или шаг я думаю будет по данному пику для хвоста неизвестно умеют ли нави играть на керри лишь раке прошлые игры которые я наблюдал от навис керрили широком от хвоста смотрелись мягко говоря хреново ну понимаете как сложно говоря вообще не смотрелись hellraisers в свою очередь имеют 10 секунд всего лишь для того чтобы добрать счетного героя сейчас узнаем кто-то куда у нас пойдет курса для hellraisers артез забирает себе в следующий раз и снимай пожалуйста комментатора профетка очень много кого раздражает и голос у нее неприятный может и я кого-нибудь раздражаю меня голос неприятный профетка мой фаворит вообще в доте если не она то хороших голосов вообще в у нас на стримах не услышали нет профит у нас останется я понимаю что раздражает но с многим надо мириться меня например раздражает что navi лондон конспирессе 0 2 проиграли и что не выпало из компендиума то что я хотел вообще жизнь боль ребята будем стараться как-нибудь ее сгладить но профит убирать душ извините тоже перебор просто hellraisers по героям undying god damn горец забирает себе да зла афонин же будет играть на пакет дредд будет играть на джакира я так понимаю это оффлейн джакира и такое может быть так а ну-ка дредд покажись да дредд у нас но флейн отправляется бутсов спит себе купил далее обсерв ему горец впаял ну и танго с кларити джакира в соло будет стоять сложную линию дредд будет зарабатывать левел а дальше с liquid fire как я понимаю пойдет с пуш от команды hellraisers у урсы есть хорошие помощники это во первых горец на дазли во вторых это undying на котором играет годдем хотя и undying может у нас точно так же отстоять сложную или даблой будут стоять дредд плюс undying линию кстати годдем плюс дредд должны выигрывать мне почему-то кажется даже против триплей хвост будет на фармящим лишь раке круто прям шадоу демон от санэйка дэнди забирает себе сфа арт стайл играет у нас на ancient operation и фаник сложный будет играть на бристалбеке убери этого пэта он меня раздражает ребята вы серьезно да обсуждаете кто из героев доты секси лина или квапа ребята у меня для вас плохие новости помимо доты еще есть вещи которые и далее это слово секси вообще в русский язык вставили там нету в не википедии не в каком-нибудь словаре современных сленгов пометки что секси это тире лина или секси это анонсер квапы нет ничего такого аккуратней с этим аккуратней ты не дай бог еще и комментаторами потом станете это далеко это вообще клубок очень запутанный просто предвосхищая события хочу вас обезопасить ну что у нас разошлись команды на линии хвост на лишь раке будет фармить так кстати поймали у нас в дизрапшин дреда и дреда забирают пофармил дред отлично пофармил годдем дальше за санэйка санэйка на лоу хп еще один дикей бы от годдема но дикей будет через пять секунд а санэйка уже ушел ну и забирают у нас еще кстати и лишь рака лишь рака здесь забирает андаин как это получилось так вот так получилось все очень просто годдем с дикей огромнейшего количества 1000 хп уже годдема еще на тебе 200 сверху томп стом есть для андаинга если поставят тамбу то и развалят всех тут налево направо годдем поднимает тамбу вверх арт стайл на лоу хп на лоу хп здесь санэйка арт стайла должны забирать дикей от годдема и килинг спрей от годдема в этом файте одного дреда разменяли на троих все три годдему андаин просто остановить что происходит вообще 3-1 становится счет в этом файте тут много очень поднял дред ой дред точнее годдем дред ничего не получил кроме ассистов внутри ассиста и то неплохо на ранних этапах ашеры выигрывают 1500 у своих оппонентов у коллектива нато свинцер и нормальному фацанэйка просто отправил у нас дизрапшен дреда забрал руну и ушел даже бить не стал руки чтобы не этот не сломать себе 500 ашеры по экспириенсу и по голде хеллрейзер с полторы тысячи выигрывает фаник тут на сложный просто в заднице полнейший 1-0 у фаника 2 300 уже ой 2 300 две с половиной минуты сыграли обе команды и у фаника 1-0 по крипстадам третий левел кое-как себе фаник насобирал давайте на медлейн переместимся дэнди 9 на 3 и против него афониджи 12 на 1 кто-то обиделся на навик кто-то будет бить лицо в ответ но почему бы и нет в принципе так эти слабости с этой озвучкой квапы в первой доте представь твое потрясение если ты узнал что на самом деле ее озвучивал бы мужчина с очень высоким голосом или карлик как тогда относится к копеек и и приятному тембру женского голоса непонятно поэтому лучше конечно жить в неведоме в этом вопросе что продолжается у нас баталии кстати просил очень сильно пак по хп ну и дальняя вот сфа не зашла она была тут попозже немножко да и дэнди ушел вовремя в фейсшифт так что остался в принципе живой ну и посмотрите что с хр в общем-то делают с нами продолжается на полторы тысячи преимущество ашер и по экспириенсу тут 100 но все равно хр впереди и дред не бросает я смотрю идею фармить кстати можно было бы уже и андаингу отдать возможность фармить все таки он подзаработал здесь нормальное количество экспы нормальное количество денег дайте андаингу пусть фармит почему нет нет дред все равно капитан говорит я буду фармить все отвали отвали гадем гадем пока что с тремя фрагами без крипов вообще без единого убийства крипов но и без единого дына и гадем просто сейчас ошивается на линии 3 лвл как был у него так и остался куда переместился санейка санейка у нас на мид лейн санейка на лоу хп ну и забирают афониджи игроки команды нави забрали очень удачно афониджи санейка переместился на мид лейн дизрапшин ну и все что можно от дэнди было впаять в пока все впаяли 500 голды поднимает нави и 330 по экспириенсу в данном файте как там бедняга фаник 11 на ноль ничего так еще фаник смотрится фаник пошел красть чужую экспу и вот он артес вот зачем он сюда подманил фаника фанику тут конечно безусловно тапки фаника забрали 4 на 2 становится счет ну и что фаник здесь делал непонятно пришел просто на чужих крипов подфармить думает все будет нормально конечно все будет нормально тут артес просто так на линии находится он не планирует тебя убивать ортеса пацифистский значок на груди и урса здесь просто чтобы по спине гладить брестолбэк команда хр давит нави и это в принципе ощутимо нави ами я думаю по голде они 1000 проигрывают по экспириенсу проигрывают 250 кстати нави формята все-таки получше то ли от скиллайта зависит то ли от расстановки по лайнам непонятно но нави отыгрывается давайте вообще по крипстату пройдемся первое место у нас для dnd артес не отстает вот у артеса 39 на 7 у дэнди 37 на 13 у лишрака в свою очередь 29 на 5 для хвоста тоже неплохой показатель а фонин же 27 на 2 год дэм доминейтинг где ты бьешься год дэм на рохе забирает у нас санейка у год дэма 8 хп сейчас дикей когда спадет будет страшно на андаринга смотреть но к тому моменту уже понятное дело будет на собственном фонтане хилиться фаник против артеса близко уже не подходит один раз огреб второй раз не хочется и обычные тапки у фаника а у артеса есть фейсбуцы поэтому если зацепить фаника то и развалить его тоже можно без проблем на медлене афонин же проседает от дэнди дэнди неплохие койлы дает койлы кстати четвертого левела и некромастери от дэнди тоже четвертого левела реквием оф сол пока что дэнди не качал ну реквием оф сол сам по себе не серьезный скилл если нет некромастери это как я не знаю как эклипс качать на луне не прокачав ни единого люсинбима такая классическая проверка на нубство ну понятное дело что дэнди не из этих тысячу по золоту выигрывает хр и при том графики постоянно движутся в пользу команды нави ну и по экспириенсу нави уже в плюсе уже выигрывают потому что здесь выфармливают леса делают отводы дабл отводы правда не делают но хотя бы один отвод от артстайла и уже неплохо уже артстайл может себе позволить нормально драться так санейка у нас закрыл здесь артеса баунти руна явно того не стоило подстопил всех у нас хвост подсейвить своего тиммейта дрим койл по двоим ну и здесь сейчас будет том стон и по моему вся команда нави просто отъедет еще и дред приморозил здесь хвоста хвоста развалило два в ноль дерется команда хеллрейзер дальше погоня за артстайлом гадема проседает очень сильно от дэнди выхиливается гадем еще один удар у гадема 6 кп дэнди в соло против афониджи теперь файтится ну и тут пришел большой взрослый дядя артес будет теперь с дэнди разбираться почему он обижает его детей так у нас бросили в дизрапшин кого афониджи бросили дизрапшин и зря очень даже зря афониджи отправляется в таверну а это санейка бросил да уже все смешалось и за артесом дальше и от дреда макропира легла но толку никакого и тут дэнди в соло против дреда дреда развалило и undying на ло хп быстрее быстрее бежать четыре хеллспойнта выживает гадем 8 хп зевс ульт зевс ульт не качал дно по голде в этом файте нави подняли одну тысячу сорок пять потеряли 460 по экспириенсу с 1700 тоже вырвали нави очень даже удачный файт если б четвертого забрали я говорю сейчас об undying то вообще в крутом плюсе остались у хвоста есть уже поинт бустер леший готовится скорее всего в бладстоун выйти если хвост конечно умеет играть на лешим у артеса есть шадо амулет есть мордеб маск урса у нас сильвер эдж скорее всего выйдет для урсы очень даже ничего такой артефакт все-таки ин рейдж он зависит от силы и от количества хп так что артес в данном случае комфортно должен себя чувствовать в инвиз ушел у нас артес как будто его здесь нет и опять возвращается на рошана сейвит его если что здесь дред и годдем есть томп стон есть соль рип для урсы на всякий случай горец тоже вблизи кстати с шалоу грейб не качал горец он ему здесь не нужен ну и фуловый артес отъелся от ээээ рошана понятное дело что фури фьюри свайпс тут свое сделает почитай про ульту он по-другому работает теперь ульт чей мы про урсу говорим мгм так и есть слушайте а серьезно урса теперь впадает в ярость увеличивая урон от фьюри свайпс и получая на 80 процентов меньше урона снимает все негативные эффекты так это крутотень вообще нафиг тот дэмэдж урсы нужен ждем урсу в серьезную метру тавр команды hellraiser забирает без вопросов и артесу было бы неплохо его отдать да тез забирает у нас через овер пауэр чтобы никому вообще не досталось на то плейн перемещается артес сюда уже прилетел гаддем и летит сюда еще и горец ну и нави отходят нави кстати неплохо на получали от мейн керри команды хр непонятно теперь можно ли файтиться или нельзя но вроде бы и можно а вроде и нельзя а вроде и можно просто ромашка не игра арт стайл ловит у нас дримкойл от афониджи арт стайл быстренько развалили ну а теперь санейка вместе с компанией будет гнать у нас команду хр в первую очередь осталось кэпу а дальше наверное на этом все и закончилось макропира от макропира у нас от дреда но это так предсмертные просто конвульсии никого толком не продамажил ну и фаник вместе с дэнди выходит на мид лейн заберут скорее всего тава должны по крайней мере прилетать сюда нет смысла никому артеса мы видели что тп был проюза на топ лейн значит здесь их не будет в это время артес вместе с горцем на топ лейне решили спушить тава ну нави сюда дефать не идут тавары это это печально это печально в инвизи санейка афониджи зацепить вряд ли получится все таки здесь фейсшифт или зори уорп так просто афониджи не поймать санейка продолжает быть в инвизи а вот дреда поймать еще как поймать так по голде ашеры выигрывают 500 по экспириенсу нави выигрывают 1000 ловят арт стайла артес уже разорался уже за арт стайлом ну и дазл через шаду вейв забирает капитана команды нато свинца нави в это время решили подпушить нави ашеры решили подпушить у нас т1 по мидлейну перемещается сюда дэнди перемещается хвост перемещается санейка вместе с фаником просто так никто тавар не отдаст арт стайл из таверны тоже вышел арт стайла до сих пор нет шестого левела отправляется на топ забрать себе шестой левел и айсбластом хоть как-то команде помочь пока что арт стайл просто бесполезен 0-4-3 говорю пока что а имею ввиду последние два месяца так забрали у нас дэнди в мидлейне развалили очень быстро артес на лоу хп и артеса тоже забирает правда это только потерянные эйджис стоит еще здесь и томп стон тавар начинает по тамбе наваливать и артес пришел бить тавар может себе позволить потеряли сфа потеряли урсу игроки команды хелл рейзерс но это только потерянные эйгис а фонин же сайвенс по хвосту хвост примерзает здесь в айсбэс от дреда ну и с четвертым ликвид файр конечно же заберут очень быстро урса у нас по нет урсу на первом месте 6800 для артеса 6700 у дэнди пока он будет в таверне урса начнет отрываться от своего оппонента урсу уже есть шадоу блейд есть огорклаб готовится выйти все таки в ээээ как же ты называешься ну ай как сложно сильвередж да сильвередж ну и хвост на лешаке ну что это такое соло ринг есть есть поинт бустер в принципе будет может быть бладстон в скором времени ну 2 2 0 идет лешак против него например ну не знаю может быть может я просто слишком критичен к хвосту но что-то мне не нравится вообще как хвост ведет себя на лешаке подстопил если что на всякие случаи у нас урсу урса теперь в панике они что знают они знают нет они не могли знать они не знают просто буду бегать вокруг деревьев паниковать курьер сюда иди ой как кто кстати курьером то управлял слушайте это маневр просто ралли париж дакар это это реально крутейший мув один из наиболее крутейших что нави здесь делали за миллисекунду и еще раз даже не миллисекунду половину миллисекунды под овер пауэром артез пытался развалить курьера то есть понимаете какая скорость атаки скорость атаки максимальная и умудрились увести в сторону курьера хвост в порядке я тут хвоста флеймлю хвост у нас с курьером такие маневры если бы еще хвост самостоятельно делал эти маневры маневры цены по-моему не было а шерва играет по золоту 3000 по экспириенсу в ноль графики тут чудовищные вообще непонятно кто да как какая у нас тут тенденция куда вообще нас все это заведет фаник сейчас одиннадцатый левел уже забирает ликвид фаер на тауэр тауэр начинает потихонечку гнить и нет никакого тренд протектора чтобы этого наглого дреда остановить чтобы как-то восстанавливать товара у афониджи есть дримкойл у него есть даггер у него есть все необходимое поэтому ворваться он может будет ли врываться афониджи сейчас узнаем макропира имеется есть в принципе все ульты у команды hellraisers главное только подойти четвертый томстоун для ондайнга есть флеш голем цол рип дикей в один вкачан и так нормально хотя дальше конечно гадему не лишним будет лиммеркейп кстати уже есть у гадема уже есть вариант подойти тамбу поставить просто в инвизи хвост просто в панике сплитеос под ноги бросает тому кто потенциально мог здесь оказаться по факту никто не подходил думали что кто то может быть прыгнет например пак и тогда конечно мув был бы крутой ну и что и пошло стояние у нас возле т2 хэры не могут нави не хотят точнее наоборот хэры не хотят нави не могут выйти отсюда афониджи врывается сразу же блин кау классный мув никто вообще не ожидал как как противостоять такому это же просто что то феноменальное ну и семнадцать с половиной минут сыграно нави осмелели готовы врываться у бристлбека есть баклер у бристлбека есть вангвард и немножко остается до приобретения фаником кримзонгварда фаник получает ликвид файр у нас тоже не холодно не жарко по сути нормальный хп реген у фаника не критично здесь еще и от гадема силушки потерял немножко фаник ну и тавор потихоньку по чуть-чуть но все таки у нас сгорает сплитос от фаников никуда вот ульта от арт стайла крутая надо врываться кто это будет делать да хрен его знает кто это будет делать никто не будет этого делать просто ашеры уходят ульта от арт стайла в коем-то веке точно арт стайл оказался полезным я сделал и при этом никаких профитов для нави в принципе но будут дальше стоять будут терпеть тавор потихонечку понемножку но упадет ликвид файр у дреда и тавор в принципе за два три удара рассыпается хвост пытается поймать афониджи не получается ну что пошел на замелки стримкойл по фанику и по хвосту под макропирой хвост хвост прогорает здесь динает сам себя лишь рак фаник на фулл хп разультился у нас дэнди и за дэнди здесь гнался артест драка закончилась у нас для дэнди как и по нее нет айс пэс под ноги дэнди дэнди подсловили и артест на фейсбуцах пошел за дэнди и дэнди сто процентов отправляется в таверну забрали дэнди на ровном месте вообще у дэнди что ульты что ли нет даже не разорвало дэнди пока что файт у нас два в один урсу забрала команда нави и потеряли дэнди и потеряли лишь рака правда лишь рак не отдался лишь рак тут ампулу с ядом съел которая зашита была в питель в итоге файт заканчивается два в два по сути в пользу команды нави 926 по голде и 1800 по экспириенсу шадоу демон у нас где-то просел это все от крипов афониджи просто врывается сейчас разрывает у нас шадоу демона пошел прыжок класс идеально просто дэнди немножко поигрался здесь не пойми с чем кстати дэнди ничего и не сделал а где твоя иммортал шмотка дэнди что случилось аркана это уже не серьезно аркана теперь не считается теперь надо просто чтобы выпадали артефакты с компендиума иначе ты в доте не шаришь фаник у нас перемещается на эншин счет кстати 8 14 хр и выигрываю 2000 по золоту по экспириенсу нави 2 сами выигрывают нормальный дримкойл у нас от афониджи но урса не врывается артесу тут не по шансам на самом деле драться было все таки под тауром в пятером стояли нави и у всех были ульты все бы развалили даже у бристалбека был ульт поэтому конечно врываться артесу смысла не было никакого хвост продолжает тут дефать собственно и собственной жизни вообще хвост так ничего боковал за тауэром то есть нормально выкрикивал из-за тауэра ну сюда подошел сюда подошел и как дошло дело до драки хвоста как-то слишком быстро разобрались три тос попадает по артесу я не знаю зачем хвосту вручать лишака правда не понимаю у него крутые агильщики они просто на ура вообще у хвоста давать ему интеллектуала ну это извините артес кстати на лох и п артес здесь скорее всего приплыл ульта у нас еще и от арт стайла артеса развалили потеряя эгиса от артеса ну можно же и дальше еще драться артеса здесь никуда не отпускают минус артес два раза его развалили и будут дальше гнать всю команду х дэнди юзает бкб горец пытается сделать тэп аут у него получится грейв продолжает действовать ну и здесь убивают еще и дреда артеса плюс дреда убивают кримзон гвард сработал от коллектива нави ну правда м дефом ой м дэмэджем тут неплохо так надамажили навей ну в принципе драку выиграли драку выиграли да я к тому и веду что хвост на керри героях на агильщиках очень классно смотрится то есть это видно это его стихия там четверочка все дела а когда дают героя который я не говорю что хвост там не может прокликать там миллион кнопок конечно он может прокликать миллион кнопок так и два миллиона кнопок при необходимости вот но они не даются ему так хорошо как даются ему агильщики ловкачи там я говорю об антимаге гирокоптере конечно же воиде да всех абсолютно кто может быть просто как то не прет но он не смотрится так я и здесь реально где-то какой-то четверка и попахивает если это в лучшем кстати случае это как хвосту дали кстати пандариан брюмастера в матче против клаудов в интернешнале четвертом когда решающий для навей был матч и на тебе хвосту панда контроля хвост типа а а клауда типа а и все и никакого вообще профита и нави 7-8 клауда по моему 4-3 или не помню уже когда там клауда или 5-6 интернешнл а то ну не знаю погоня за какими-то новыми методами ой за новыми метами вот нави тут немножко странно уже на самом деле песок уже скоро начнет всыпаться из навей касательно дота возраста и так точно и арт стайл и хвост и дэнди они уже давным-давно не молодые игроки посмотрите на сумаила что чертяка творит то есть уже где-то как-то адаптация не так легко дается к новым метам к новым стратегиям да он классный он понятное дело что скилл у любого игрока нави крутой но вот как-то они не пластичны просто сами по себе это пластичность где-то мне кажется на втором интернешнл закончилась может ну на третьем да на третьем пускай так потому что подстроились подалеков там очень даже удачно но не доработали не доработали и сказать что сильно там повезло альянсы нельзя потому что альянсы были машиной больше нави повезло что альянсов они на размин тронами вообще спровоцировали ну ладно это уже я сейчас как старый дед под подъездом просто насыпьте мне семечек и дайте челюсть вставну и я буду обсуждать ух ты в мое время в мое время нави были совсем другие не то что сейчас наркоманьё одно 25 минут сыграно и вот нави уже в плюсе по золоту вот нави уже плюс и по экспириенсу на 5000 потихоньку по чуть чуть но отрывает я понял я понял дело в желании играть нет я тут в вопросе не согласен в желании играть желание играть например есть у пп гвардиолы но у него по возрасту уже не надо играть потому что он занимается немножко другими делами да и желание играть например есть у чезаро мальдини например в футболе тоже есть желание играть я уверен что он играет с превеликим удовольствием изи дан бы еще играл и играл просто на месте как бы время не стоит я так скажу обычным нормальным языком время на месте не стоит и нави их игроки младше не становятся не младше не быстрее не ловче не более адаптивные поэтому тут вопросы кстати это директор нави говорил зорогравити что возраст для игрокам доты где-то до 26 лет это предел мне кажется что по этому же принципу покинул состав лост начал зануденчать и покинул смайл по этому же типу по этому же правилу у нас нави ну а дэнди и хвост они еще здесь без них нави невозможно но тут свои подводные камни я думаю что не обошлось без вообще медиа важности данных персонажей все таки хвост популярен в мире дэнди еще более популярен и куда там без дэнди вообще кто-то загнется если дэнди вдруг закончит дэнди на артес артес на лоу хп кстати артес может здесь умереть артес разворачивается и начинает драться не уходить а драться артес начинает артеса развалили дэнди выжил на ло хп дэнди ну и ульта пошла у нас от артстайла и афониджи убивает у нас в итоге дэнди двоих забрали игроки команды нави и одного потеряли потеряли мидлейнера забрали урсу и забрали афониджи 870 в плюсе для коллектива нато свинцер по графикам они впереди то и здесь и здесь везде нави впереди что я скажу по поводу айс айс айса фира и лоды нет есть конечно уникумы безусловно ну опять же возвращаясь к самому понятному виду спорта там для большинства населения земли это футбол и и да пирло продолжает играть за ювентус и да пирло будет играть против барселоны 6 числа в финале лиги чемпионов это пирло который играл в итальянском дивизионе за сборную италии еще когда я под стол пешком ходил я и сейчас могу похаживать конечно но вот я только начинал тогда еще это делать аааа да есть такое и тот же мальдини играл до 40 лет это все возможно седан тоже закончил не в 29 все это понятное дело но тенденция есть тенденция и статистика такова что есть предельный возраст еще раз повторюсь я опять же руководствуюсь даже словами здесь все того же Zero gravity который 26 дал срок игрокам в доте и типа дальше не единищи правда потом габлака 75-летнего взяли вот это такое у всех бывают проколы ну что хвост у нас геосептер уходит артес не знает кого бить артеса здесь раскатят и артеса разваливают очень быстро развалили ну так как очень быстро развалили очень быстро правда ходили вокруг да около очень долго 14 на 16 становится счет нави продолжают давить 3000 по золоту по экспириенсу 5 с половиной нет это не смешно успокойтесь вообще до 75 ну я не знаю может и может чуть меньше может 72 Ну так, вроде как бы он тысячу лет уже в доте. Где-то еще в старорусскую доту начинал играть. Древнеславянскую. Ну и вот. Теперь еще и во вторую успевает поигрывать. Ну, к счастью, мне кажется, для доты это закончилось. Уже Габлак у нас занимается аналитикой. Ушел в бизнес медийный. Ну и отлично. Так, Дредд у нас нарывается на десант из команды Нави. Дредда, скорее всего, здесь убьют. ТПа у Дредд, наверное, не успеет сделать. Ульта аппарата висит на нем, Дредд разваливается. Поднимает себя в ветра Дредд, но тут по приземлению ничего хорошего и он ждет. Кстати, макро пира от Дредда просто крутейшая. Продамажила всех, но вот Ашеры уже не тащат просто. Просто не готовы драться. Для Лешрака уже есть пульсного второго левела плюс Аганим. У Лешрака куча маны. Хвост тут прям вообще на ура заходит. Ну и Нави просто давят. Т2 должны забирать и, возможно, отходить отсюда, возможно, идти давить дальше. Нави из тех, кто будет давить дальше, потому что там без печали абсолютно команда, могут пойти подавить, заставить тут Артеса байбэкнуться или отходят. Нет, отходят. Кто-то грамотный сказал, что давайте лучше отойдем. Абсолютно правильно делают. Дэнди надоело потеть. Ребят, не этот... Успокойтесь. Дэнди не может надоест потеть. Дэнди же не за зарплату у нас играет. Понимаете, что игроки такого уровня живут дотой. Они играют пабы в свободное время, они играют на куче турниров, они изучают новые тактики. Поэтому они как бы преуспели, будем так говорить, более-менее каким-то бизнес-языком. Потому что понятно, что все это какой-то бизнес, тут крутятся огромные деньги в доте. И те, кто достигают таких высот, которые достиг Дэнди, они достигли эти высоты не только из-за своего таланта к киберспортивным играм, но и из-за чокнутой вообще работоспособности и огромнейшего количества времени, которое Дэнди потратил. И он, я уверен, потел не для того, чтобы Хвост купил себе новый Кадиллак или для того, чтобы в свое время там лос, например, вылечился от зависимости какой-нибудь. Нет, Дэнди потел, потому что ему нравится потеть в доте, потому что он шарит, потому что он... Потому что это имидж героя. И просто стыдно, я думаю, Дэнди не потеть. Он поэтому и тащит, и старается, и дофармливает, и дорабатывает, и новые комбинации пытается под себя адаптировать. А что касается возраста и реакции, я бы тут не согласился с нашими зрителями. Касательно возраста и реакции, Сумаил пример тому. Это не исключение. Сумаил ярый пример тому, что молодое поколение доты идет на смену современным ребятам. То есть современные ребята рано или поздно закончатся. И как в любом виде спорта, так и в киберспорте есть предельный возраст. Только потому, что ты, как в любом виде спорта, уже слабее физически становишься, так и здесь. Реакции, недостаток есть. И больше меня что волнует? Это все-таки закостенелость олдскульных команд. Na'Vi явно относится к олдскульной команде. Они новые страты не показывают уже два года. Они подсматривают у кого-то, они используют, они делают. Новую страту от Na'Vi я не видел. Только потому, что мозг уже не мыслит у детдов в этом направлении. Это, конечно, я все время... Я когда обсуждаю, я представляю, как там с палочкой сидит хвост сейчас. И Дэнди просто перебирает вставную челюсть во рту и ест, не знаю, мягкую овсяную кашу. То есть, понятное дело, что они не старые. Им там 25-26, они вроде ничего такие, посвежее. Сто метровки, может, быстрее меня бегают. Но, 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 но у всего есть свой предел. Ну и мне кажется, если вдруг Na'Vi на этот имп не пройдут, то у нас ожидают, по-моему, колоссальные изменения в составе Natus Vincere. Потому, что это будет первый и серьезный удар по имиджу. И дай бог, конечно, что-то Na'Vi его выдержит, если Na'Vi не пройдут на International. Санейка в Dream Coil'е вместе с Фаник. Макро-опер лежит от Хейра очень даже серьезное. Дэнди под БКБ, на Айспес ему плевать. Дальше за Артесом, Артес под БКБ. Потеряли Фаника, ну и Санейка тоже здесь остается. 2 в 0 подрались Хейры. 16-18 становится счет. По голде они здесь с Na'Vi поимели, я думаю, очень даже много. А Фониджи дальше гонит у нас Дэнди. Дэнди или Хвоста надо выбирать. Но на Хвоста опасно нападать, потому что тут под пульс новый Хвост, в принципе, разберет у нас. Санейка не успел файтрекап нажать. Вот вам и реакция, видите? Раньше всегда успевал. По голде Na'Vi выигрывали 13 или даже 14. По экспириенсу 10, по сейчас 10 с половиной, где-то 11. Na'Vi и по экспириенсу 10 с половиной тоже Na'Vi впереди. Хотя вспомните, как проигрывали. Проигрывали на 4 тысячи еще в ранних этапах. Казалось, что там Ашеры будут давить. Ну, не додавили, а теперь за это расплачиваются. Да и по пику, конечно, к Ашерам очень много вопросов. Санейка молодой. Просто, конечно, молодой. И все молодые. Все понятно. Я говорю о дедах в Na'Vi. Кто там за дедовщину отвечает. Серьезных дядях на крутых машинах. Я говорю о Хвосте. Я говорю о Дэнди. Ну, Дэнди не знаю. В частности, Хвост. В частности, Хвост. Так вроде ничего, в принципе, получается. Но, опять же, я боюсь... Я, безусловно, я не верю в Ашеров. Вот признаюсь абсолютно честно. Да, Ашеры хорошая команда. Ровненькая. Все это понятно. Но где-то это на уровне СНГ заканчивается. В Na'Vi на мировом уровне я верю. Только потому, что, ну, как-то давным-давно дал себе обет верить. В Na'Vi что? Na'Vi... Na'Vi удивили меня в свое время. Очень сильно Na'Vi One Love. И до сих пор стараюсь быть верным этому вопросу. Я тут, безусловно, топлю за Na'Vi. В ДУТ и в любой игре вообще, в которой Na'Vi участвует. Вот. Но... В Ашеров, в данном случае, тут не из-за того, что нравится мне Na'Vi, а просто в Ашеров, я не верю на мировом уровне. Поэтому я боюсь, чтобы Na'Vi не смотрелись хорошо просто на фоне команды Hellraiser. То есть Ашеры их не додавили. Например, Evil Genius Na'Vi додавят без вопросов в данной ситуации, когда будут выигрывать на третьей минуте 4000 по голде. Я знаю, что Секреты точно додавят Na'Vi, если у них будет такое преимущество. Да и London Conspiracy. Как давили, так и додавили Na'Vi. Просто, чтобы на фоне не очень сильного коллектива Hellraiser с Na'Vi не смотрелись так хорошо. Хотя это уже хорошо, не так уж и хорошо. 37 минут мнемся на одном месте. 12 тысяч по голде Na'Vi, по экспириенцию 8 тысяч. Драка продолжается уже в пятую тысячу лет. Фаник у нас приобретает Геосептер против Ортеса. Все тут у нас под Геосептера. Хвост приземляется в Ice Pass. И Гаддем начинает бить хвоста. Хвост выживает. Ну и хвост продолжает у нас побег из Шоушенка. Дальше за Ортесом. Ну, чуть-чуть осталось ХП у Дреда. Лучше бы Дреда отсюда уходить. Дред застрял в кустах. Ха! Ну и хвоста развалили. Просто битва ветеранов. Друг друга забросали костылями и протезами. Дред оказался чуть-чуть покрепче. Карбон надо выбирать. Титановый сплав. 11 сотен зарабатывает ХР в этом файте. И 21 по экспириенсу тоже поднимают в данной драке. По Галде Нави выигрывают 12. По экспириенсу менее 8 тоже в пользу коллектива Натус Винцер. Так, у Фаника давайте портефактом посмотрим. Алибарда есть для Фаника, есть Кримзенгвард. А то у нас какой-то, пусть говорят, с Андреем Малаховым начался. Я уже тут не заткнусь никак. У СФа появляется Дайдалус. Из старой доброй вообще сборки на СФа. Появляется Дайдалус. Может быть еще что-то появится на дэмэдж. СФ перестанет у нас быть БКБшным, Мека, Юль, на Даггерным. Тем более Дэнди, который на этом СФе. Если вдруг в руки Дэнди попадал в СФ, все криком кричали. Это же будет страх просто и ужас. Это будет развал и разнос. Так и было. Десоляторы и Манта Стайлы, и Дайдалусы, и Сатаники, и СФ. Прям машина для убийств. Теперь СФ у нас, ну такая вот Сестра Милосердия. Санитарка, которая бегает по карте и хилит всех, кого только можно подхилить. Старается не умереть за счет БКБ, чтобы вовремя подхилить хвоста. По артефактам. Ашеры на паке. Забрали Аганим. Собрали, точнее, уже есть у Афони Джит Даггер и есть Ultimate Orb. Скорее всего, Хевкс будет на паке, если получится, у Дреда, который пошел формить на сложную линию. Дред вот у нас нафармил на Юл. Блинк Даггер, Ultimate Orb и есть Транквилл Буци. Кстати, по Нэтворцу давайте глянем, как там Дред. Дред на шестом месте. Артес на Урсе. Сильвер Эдж, Хелмов Доминатор и БКБ для Артеса пока что не очень по артефактам. Хвост в свое время, в свою очередь. Плейт Мейл есть у него. В принципе, все есть для Шива с Гвард. Надо только теперь пешком бегать и собирать себе данный артефакт. А, нет, нет, нет. Да, да, да. Все-таки да, надо купить Мистик Став себе в лесу. И Хвосту придется пешком это делать. Так, в принципе, на Шиву уже все есть. Есть Аганим, есть Бладстоун с семью зарядами и Бутсов Тревел. Ну и Дэнди. Дэнди на второй позиции. У нас у него есть Дайдалус, Мека 4300 на руках. БКБ много раз юзанный и по мелочи еще. Так, у нас убили с Шадоу Демона и сразу же выкупается Шадоу Демон, потому что файт у нас будет на Рохе. Ну и врыв пошел на Гадема. Гадем сразу у нас в Глимеркейп уходит. У Гадема есть Гема, вот у команды Нави Гема не имеется. Санейка на хайграунд. Артея срывается за Санейка. Санейка прячет себя в Дизрапшн. Кстати, у Санейка Глимеркейп-то был. Но Санейка возвращается. Ничего хорошего здесь не ожидает. Артея спот БКБ и Хвост начинает просто наваливать Мэджик Дэмэджем. Диаболики, Хвост. Д, Диаболики, Д. Ну тут уже Нави просто разваливаются, потому что переформили очень жестко. Продолжение давления на команду ХР. Здесь уже и Афуниджи без ХП отваливается. И у Хвоста 4800 на руках, пока ничего не покупают. Ссылки в чате нельзя кидать. Чат блокирует ссылки. Ничего тебе не будет, просто будет Делетед Линк. Поэтому даже не пытайся. Артстайл, наполучал от Горца. Да помогите вы Артстайлу. Нави в это время просто сливают своего Кэпа. Это что за команда такая, а? Да вытолкните вы Артстайла. Дай ульту Артстайл что-то делать. Горец, скорее всего, здесь умрет. Так, у нас пошла ульта от Дэнди. Развалили Хвоста. Хвост после Аэгиса встанет. Фаник пытается подсейвить Хвоста. Тут Туловичем просто закрывает своего Хвоста. Ну правильно. Старших надо уважать. Ну и файт закончился со счетом 2 в 2. Просто сумбур вообще на карте происходит. Дальше загоняют у нас еще и Артеста. Артест под БКБ старается сделать ТП-Аут. И у него, не знаю, получится ли. Да, получается. ТП-Аут делает у нас Артест. Артест остается живым. Есть Дефьюжал Блейд для Артеста. Давайте разбираться зачем. Просто чтобы кого-то словить. Дэмэдж плюс кого-то словить. Плюс потихонечку разваливать. Дима, Na'Vi Vega. Смотрим или спать идем? Конечно мы смотрим Na'Vi Vega. У нас EU квалификации на International. И еще и Na'Vi играют. Конечно мы смотрим Na'Vi Vega. Или спать идем? Нет, смотрим. Na'Vi Vega будем. 20.00. Данный матч. Это для меня. Солар Крест появляется у Дазла Давайте вообще по артефактам пробежимся У Джакира Ничего интересного Ультимейт Орб появляется для Джакира Может быть Линка будет на Артеса Чтоб Дизрапши, например, его не отправляли Или не Слоуили А... Андайн у нас Родов Атос, есть Глиммер Кейп Мэджик Орб и Плейк Мейк Ну что, Андайн пошел у нас врываться В самый центр, Артес разваливает Санэйка Санэйка в таверну Ой, как тут Ашеры обозлились-то на своих оппонентов Артес под БКБ За хвостом Хвост уходит у нас В Геосептер, ну и Артес разворачивается Драться нет смысла Двоих уже Нави, кстати, потеряли Хвост пытается дожечь здесь Афонин же, Сплитес в никуда И Дредд подсловил Здесь еще и Фаника, ну и что Нави? Будут ли гнать своих оппонентов? В итоге Ашеры забрали просто двоих Правда, двух саппортов Но, тем не менее, забрали Своих 100 саппортов они не потеряли 1300 заработали по голде Три по экспириенцию И начинают давить на Тава Артеса выталкивает Урса готов файтиться дальше Все необходимое есть Доминатор есть для Артеса Откидается очень даже серьезно Поймали хвоста Хвост у нас с Геосептером Поэтому хвосту успеть бы прожать Но не успевает хвост прожать Геосептер Минус 3 делает команда ХР Забрали хвоста Очень даже задорого забрали хвоста Глиммер Кейп на Артеса Постоянный инвиз у Нави Вроде есть гем здесь у СФа Но как-то СФ сам не может тут биться Денди сам на лоу ХП еле-еле уходит отсюда Что ХР? Переворачивают катку что ли? С 12 тысяч уже до 6 И по экспириенсу с 13 тысяч до 0 Вот это да Вот это ХР у нас напрягает Дредд просто чтобы Нави не расстраивались сильно Поймал у нас Айсбласт от Артстайла Куважил Ну и по экспе 12 тысяч ХР отыграли По золоту отыграли 6 тысяч Да, согласен кстати насчет носочка Приятного аппетита Потому что Что-то не очень верится Что Нави Готовы файтиться на должном уровне Артес В постоянной защите Под постоянной опекой Своих тиммейтов То Глимеркейп на него бросит То подхилят То поднимут тех кто его бьет Сейчас у Дредда еще будет Линка Тогда например в Дизрапшен не отправишь Шадоу Демона И вообще нихрена ему не сделаешь И подсловить Лешраком никак И ничего В принципе в комбу у нас ни в какую не попадет Артес И тогда можно бы и нормально подраться Но я думаю что появится Линкенсфера у Дредда Хотя может это будет Хекс Еще один Хекс Сайт оф Айс У Пака уже имеется В принципе 2 700 есть у Хвоста У него есть Шивозгвард У него есть Герст Септер Бутсов Тревел Бладссон с 5-ю зарядами И Огр Клаб Хвост наконец-то в БКБ решил собраться Какой молодец Неужели пора? Неужели 47 минут это самое время? Может и такое быть Артес В Инвизе У Денди есть гем? Нет У Денди нет гема У кого гем? У Санейка гем Санейка у нас в Дрим Койле И Санейка скорее всего здесь развалит Макро пира под ноги Санейка Артстайл на лоу ХП Ульта пошла от Денди Развалили у нас Артстайл Убирают также Горца Ну и минус СД И Артес под БКБ За хвостом Заканчивается БКБ у Артеса Ну и на него Грейп Разваливается хвост Разваливается хвост Артеса если подсейвят То Артес тут еще и выживет Артес выживает И урну на него бросает Кто-то из ХРов Ну я говорю тут просто Три-четыре мамочки На одного Артеса И все его сейвят И все хотят чтобы он жил И он живет И нормально все у него получается Артес я думаю что дожмет Эту катку на самом деле Хвост классно себя чувствует Если бы не Грейп От Дазла Грейп от Дазла Снимает очень много вопросов Вроде бы классно все Вот лишь аккаунт Переживает БКБ В геосцептрии БКБ Урсы вроде должен уже начать Быть дамажить Артеса А куда тут Дамажить когда Грейп висит И Грейп этот на три с половиной Да или на пять На пять секунд Еще один БКБ для Урсы Арсет в принципе Если не контролить его А контролить его По сути нечем Потому что Урса Все переживает В Блэк Кинг Баре И начинается полный разнос А дальше Глеймер Кейп на него Дальше под хил Под сейф И все И еще один хекс Для команды ХР Да Я думал что Линку будут приобретать Судя по тому Какая опека у нас Над Артесом Может быть Линкенсферу Думал будет приобретать Дредд Нет Дредд покупает У нас хекс Ну с другой стороны Если ты бросаешь в хекс Лишрака То как бы И не надо вообще Линка Артесу Зачем Линка Если Шрак в хексе У всех точно Никто кастовать Ничего Артеса не будет Ну и все Вы отыграли Ашеры Все что проигрывали 13 тысяч по золоту Они проигрывали А теперь почти в ноль Выходят по ХП Проигрывали 13 Теперь 6 выигрывают У Денди появляется Баттерфляй На 50 минуте Денди с Баттерфляем Дайдаусом на дэмэдж Мало Очень мало Два серьезных слота По сути Ну да Пускай БКБ Тоже можно учесть Но он 5 секунд И он уже такой Полуслот Так вот На 50 минуте Денди на СФ С двумя слотами Это немного Вообще немного Кираса Кираса появляется У Фаника Да и Фаник Обратите внимание Бристлбэк Ассад Кирас На 50 минуте 50 К этому моменту Можно было купить себе Скупить всю недвижимость Самарской области Или еще что-нибудь Полезное Столько денег Должен был заработать Бристлбэк Брист тут На самом деле Не очень выглядит 16 тысяч всего На фоне 23 Вот Лешака И 20 от Урсы Ну что Пошел врыв у нас Дредд Макропира Где? Вот она Макропира По Артстайлу Артстайл ничего Тут она уже не переживет Дредд Если Артстайл разрывает Он умрет здесь Ульта пошла у нас От Артстайла в Гадема Артстайл заканчивается И Артес Под Грейвом Дальше за Денди Денди сейчас Если разорвет То Денди конечно убьет у нас Урсу Урсу и так убивает И Андайн на лоу хп И Нави Минус 2 делает Андайн упрыгивает Нет Недалеко у нас упрыгивает Андайн Сразу же байбэк от Урса Сразу же байбэк от Андайн Сразу же байбэк от Дазла Быстрее файт Зачем За Роху драться Вот зачем Почему в Самарской области Чтобы вопросов больше было 32-26 А Шеры выигрывают По фрагам Но при этом уступают По голде И пока что еще впереди По экспириенсу Но на этой минуте Любой файт Вот этот экспириенс В ноль превратит Очень быстро Байбэк у нас пошел От Артстайла Просто чтобы запустить Айс Бласт Ваня выкупается Чтобы Айс Бласт Запустить на Роху Пошла ульта Ульта попадает Так как же Горца же вроде зацепила Горец у нас прыгает За Санейка Кто его форстафнул Он сам себя форстафнул Он ничего не боится Ну и ульта у нас По фанику Горца и по Денди И тут посмотрите На Санейку У Санейка минус 16 дефа Иди Дерис Например с Урсой Самое оно Денди под конец ульты Дазла врывается в толпу Падает Рошан И Аэгис забирает Себя Тес Хвост Уизает БКБ Начинает нарезать По Афониджи Сплит и ословит У нас Афониджи Афониджи Тем не менее живет И не понимаю Откуда здесь вообще смотреть Развалили у нас Денди на хайграунде Дредд дальше за хвостом Хвост улетает Не сбивают у нас ТП хвосту Ну и один в ноль Подрались Ульта пошла От Артстайла Не очень удачная Даже очень неудачная Убили Урсу И Урса Бэйбэкнулся Все На этом Экшен окончен Нави выигрывает 8000 по золоту По экспириенсу Они в ноль Должны сейчас выйти Ну что Нави 8000 по голде По экспириенсу Проигрывают 2,5 На 53 минуте Это не считается Этого как будто бы и нет Так артефакты Тут уже должны закупиться До зубов все У Артстайла есть Аганим У Артстайла Ультимейт Орб готов В принципе Есть Гюст Септ Ультимейт Орб готов Артстайл собрал Ультимейт Орб Тут меня уже подплавило слегка Лешрак Не знает уже что покупать Хвост Не ясно Что хвосту покупать Актеринкор как бы Я слышал вроде Ничего так Вроде важная вещь Вот опять же Комбинацию Нави Использует А до конца Ее не реализует Кирилл и Шрак Оттого и хорош Потому что Под Актеринкором Он неубиенный В принципе А смотрите Что с хвостом Сейчас В принципе БКБ Узнет хвост Но у него КП минимум Останется И ТПА от хвост Не думаю что успеет Здесь делать Да это все Огоним От Пака Огоним от Пака Оставил на 5 секунд Стоять и втыкать У нас хвоста Хвост остается Собственной таверни И байбэк У хвоста Имеется На случай Если пройдет пушить Команда Эшера Они просто обязаны Это сделать То байбэк будет Размен сторонами Думал хвост В итоге Т1 не спушил Тут на самом деле Дороже Т3 точнее Дороже Гораздо Лешак Чем Любые Т3 Команды Нави По Он топ Вообще На карте И там с него Поимели Огромное количество Денег Ашеры 2000 По золоту И по экспе Тут порядка 3000 За одного хвоста Ну и все Артес идет И заставлять будут Байбэк отца хвоста Вот так вот Спушил тавер Класс На ура Просто все прошло Томсон Пошел у нас на хайграунд Артес подходит поближе Артстайл Ульта Полетела в одного Афонеж И чуть-чуть зацепила Артеса Но он даже не почувствовал Ее толком Юзают Глиф Игроки команды Нави Фаника ловят Фаника прячет Дизрапшн Здесь Санейка Фаник выходит Под Макропирой И очень сильно Кстати Фаник нам получал Но пока что живет Фаник Половину хп слил Но ничего Нормально Можно файтиться 26-34 4 тысячи нави по золоту По экспириенсу 8 тысяч Графики можно уже не смотреть Это не графики Это Мини провальчик Вот нави Да и атошеров Постепенно Постепенно Да Файт Продолжается 56 минут Уже сыграно 56 Нави понимают Что у них еще целые полчаса До следующей игры И они решили так Под прирастянуть Данную катку 2000 по голоде Всего лишь нави выигрывает По экспириенсу Уже проигрывают 12 тысяч У Санейка 1100 1200 Даже есть по голоде Есть став Физердри Хотя бы Форстаф себе приобрести Кстати Санейка тут За чертой бедности 5700 За 56 За 57 минут 100 копеек В минуту Ну это же Какой-то конец Просто вообще Гаддем тоже Не сильно тут преуспел Но с другой стороны Гаддем По артефактам Хоть что-то да имеет Ротов Атос Есть Глимер Кей Плейт Мейл Еще 2500 на руках У Гаддема У Горца На Дазле Есть Солар Крест Есть Форстаф Поинт Бустер Выйти в итоге В Аганим Горцу Ну и Урнов Шадоус Вместе с Аркан Буцами Ну и дальше По нарастающей Арт Стайл Алтимей Тор После Аганима Больше пока ничего Интересного у Дреда Та же история 2500 сверху Еще появилось И Бристалбека Появляется Угр Клаб Наконец-то БКБ Решил Бристалбек Собрать Странные кстати Мувы от Нави После 55 минуты Соображать Что надо БКБ Что Хвост Что Фаник Немножко удивляют В этом вопросе Урса От Артеса Как был Так и остался 3000 только По голде Зарабатывает у нас Урса Пакс Рефрешер Арбом Две ульты От Пака Уже очень даже хорошо Сайт оф Вайс Есть Рефрешер Уор Поганим И Блинк Даггер Продает Та Пака Фониджи Покупает себе Бутс оф Тревел У Артеса Мы видели Что там У Денди 4600 на руках Денди Надо приобретать Что-то На дэмэдж Без дэмэджа Денди Не очень Смотрится Все это Выглядит Просто Не алё Ну что Денди Отправляется у нас Вроде бы В секрет шоп Пока что Непонятно Что покупать Вообще В итоге Сэфу По данному Файту Манта Стайл Поздновато Скади Например Для Сэфа Да Скади Было бы неплохо Ну и Сатаник Денди Было бы тоже Неплохо Заиметь Для этого Надо нормальный Тапок Какой-то Приобрести Или Мекку Выбросить Мне кстати Интересно Всегда было Вот посмотреть Где играют Ребята Вот где сидят Там Буткемп Например Да Где на буткемпе Сидят команды И Играют Вместе Всех пятером И вот Наступает Шестидесятая Минута И ни одна Команда Не идет Кушать Ни другая Просто посмотреть О чем Игроки общаются То есть Вряд ли там Оживленный разговор Я думаю Что там Такая Занудность Происходит Что хочется Просто Застрелиться То есть Ходят себе Дефают И потом Как только появился Сразу паника Паника Вот они Мы их видели Спасите Помогите Что делать Вот Ну то есть И почему ребятам Самим Не стремно Этим заниматься У меня вопрос Вопрос конкретно Как зрителя Даже не как комментатора Просто как зрителя Почему Ничего не движет Командами Давить Пушить Создавать Какой-то экшен То есть тут Минута от минуты Ничего нового Например у Бристлбека Не появится СФ тоже Ничего не соберет Ну Просто мне так кажется Что команды Не очень понимают Куда они двигаются Вот например Артес У него 4600 И он ни хренища Не покупает Ни херища Просто Артес Не приобретает Потому что он И не в курсе Вообще Что покупать Если в курсе То Пока не будет покупать Потому что Должно быть 17 тысяч По золоту И остаться на байбек И Что обязательно Осталось на байбеке То есть Что мешает Артесу сейчас Купить Например Например Что надо Артесу Что Артесу Например Кристаллис Мешает купить Сейчас Да ничего В принципе Артесу Кристаллис Не мешает купить Но он его не покупает Если бы вдруг Он Дайдаус Хотел собирать Допустим Это я так Говорю навскидку Ну вот Джевелин Созрел Артес Приобрести МКБ будет покупать Артес Против СФ Или будет Башер Покупать Артес Потому что Ну столько бегать За всеми Это извините Это надо Какое терпение иметь Ну и отходит Артес у нас На собственный Хайграунд Сюда же Гадем И сюда летит У нас еще и Дазау Все улетели Офигенно Подрались 62 минуты Кто бы мог подумать Что я от навис 62 минутную катку Буду Тошнотную Комментировать Против Хеллрейзер Затянули Так затянули Чтоб не ошибаться В доту Надо не заходить А не на 62 минуте Пассивничать ходить МКБ Приобретает себе Манки Приобретает себе Артес И появляется Хекс У хвоста Всем садится На палево Хвост здесь Хвоста 2700 Также на руках Байбэк Имеется Байбэк И есть у всех Кроме Самых бомжовых Саппортов Хвост Рывается у нас Дреда Сразу же Хекс Под Хексом Дреда должны Развалить Дред взлетает У нас Меку Юзает Дред Грейв на него Просто чтобы он Все успел Проюзать Выталкивают Дреда Ну и здесь Дреда выхиливает Как только может Горец Дримкойл По троим И Афониджи Стоит и рубится Против Артстайл Ульта аппарата Пошла у нас По Гадему Да По Гадему попал Минус хвост Артес тоже на ЛОХП Артеса Фанник Будет скорее всего Разбирать Денди дальше За Артесом Беги Не останавливайся Баттерфляй провязал Сэф думал Что придется Бежать дальше И побежал Ничего так Афониджи Через секунду Будет фейсшифт Денди подстопили Два в ноль Подрались с Нави С пользой Конечно же для них Они проигрывали по фрагам Теперь подороже Все это было Нет что не А 2 в ноль Хейры подрались Да Нави слились Точно У нас хвост Артстайл В Таверну 1800 заработали Хейры в этом файде По золоту 1600 по экспиренсу В графике Тут уже Открывай не открывай В ноль Ноль на 63 минуте Если по левелу Может такое быть Когда все 25 Это понятно Но по золоту Не может такого быть То есть Все золото И Ашеры И Нави Не могли заработать Дотик Санейка В инвизи И Санейка Будет тырить Эггис Санейка Будет тырить Эггис А ну-ка А ну-ка Хитрозадай Санейка Забирай Забирай Эггис Шадоу Демон И все И ничего не произошло Ну наконец-то Хоть как-то Все это тухлятино Разбавили Просто сказать Так а ну-ка Like a boss Все Тепа аут Она сделает Санейка Мне плевать Вообще у меня Эггис есть Красавчик Санейка Просто на ура Вообще Мув Организовал А вы там Деритесь друг с другом Я пока пойду Эггис заберу Класс 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 Мув крутой На 64-й минуте Вообще прям Великолепно Я представляю Как курса Там артез Ладошки потирал Типа Ох Сейчас мы Заберем Роху Сейчас У меня будет Две жизни Или там Две жизни будет У Дреда Например У него вырастет У него Дополнительная Возможность Будет проюзать Все Нет Так не случилось Санейка забрал Эггис Жалко Передавать Никому нельзя Было бы классно Если бы Санейка Еще Эггис забрал А нет Да Там появляться Нельзя было Санейка Я думаю Классно было Если бы Санейка Забрал бы Эггис И разбил бы сыр Ну понятное дело Что если бы он появился Там от Санейка Ничего не осталось Ну что выходит На Фаник Фаник не ожидал Да Как бы на 64-й минуте Что кто-то сюда Может прийти Ой а кто это А что это за ребята А почему они такие Агрессивные Жесть просто Ашеры выигрывают 15 тысяч по экспириенсу И 2 тысячи по золоту Ой хвоста поймали На мидлей Дредд Афониджи Гадем Хвост уходит Вот тут хоть Как-то получилось Хвост здесь еще встанет Правда простоит 7 минут За разрыв Дримкойла Ну и хвост Выживает В итоге это главный плюс Появляется для Шадоу Демона Дифьюжал Блейд Против кого Против чего Кого стопить Сейчас узнаем Я так и не понял Кого стопить А снимать наверное Стан Ну что у нас Пошел Файт на хэкграунде Команды Натус Винсер Хвост Загорелся Хвост кексия Пульс новый включил Диаболики не успел Включить хвост Хвоста прячет у нас В Дизрапшн Хвост Байбэк Где есть ли Есть у Байбэка У хвоста Байбэк Правда хвост не выкупается Думает что и так Справится Нави Байбэк пошел от хвоста Куда хвост денется Хвост пешком Бежать некуда Пушить Некуда Тоже Потому что Крипы не подпушили Тут не под один из Ни одну Ни один лайн Не подпушили Под хайграунд Хвосту Некуда лететь У СФа 3 300 После Сатаника У Дэнди Есть байбэк Дэнди тут Конечно Молодец 25 левел Топ Нетворс на карте Мог бы быть Если бы он не был У Артеса И еще двух героев Сверху Дэнди Ниже Артеса Джакира выходит в Кирасу Дредд просто озверел От безнаказанности Дредд тут в шоке 25 ассистов у Дредда 25 ассистов 5 убийств Дредд просто Молодцом Держится 3 точнее убийства Для Джакира Ой Хвост Вместе с Санейка На нижнем лайне Тоже далеко Вылазить нельзя Команде Нави В одиночестве То есть вместе Там можно конечно Пойти И можно Нормально подраться Нави вроде как Внушают доверие 7000 Перефарм HRF Это ничего не значит Да и 17000 по экспириенцу На 67 минуте Тоже Ничего не значит У Нави Есть вариант Раскайтить Да и хвост Неплохо дамажит Лишра компульс Снова все таки Диаболик Но чем дальше Тем меньше конечно Дамажит хвост Все таки у HRF Приобретается левел БКБ Вот Boots of Travel Второго левела для Урсы Не знает куда тратить деньги Сатаник собери Артес Подскажу Собери Сатаник Хэр По нижнему лайну Решили подпушить Дредд Ликвид Файр На Тавор В принципе со временем Тавора сильнее не становится Тавора все так же будут сыпаться Он герой в команде Hellraiser Goddamn Даже дикий себе Четвертого левела Вкачал Ого У Дэнди 4500 Есть на руках У Дэнди Есть байбэк Вообще давайте на байбэке Смотреть Нету ли шрака Байбэка Но он не нужен хвосту Не для того Мама ягодку растила Ну все Подошли Подпушили Немножко Отошли Тут конечно Долго Все это будет Тянуться Ортес даже близко Не подходит Ортесу надо Нафармить на сатаник Потом Гоу файт Ортеса Вторые диффуза Какие тут диффуза У нас У Шадоу демона Первые диффуза У шадоу демона Дэнди Готов уже подраться Просто Дэнди думает Убейте меня Убейте меня Это же невозможно Столько тысяч лет Играть в доту 70 минут Уже циклено 70 А на ничью Никак не согласиться Нет Чтоб полтора очка Получили Нави И половину Заработали Хейры За этот матч За эту катку Бест оф 2 Шел четвертый год Заходов на хайгра Так а что Тауэр не падает Ладно я понял бы Хейров Что они По чуть-чуть бы подходили По кусочку съедали Например когда ты отправляешь энтов фуриуна. Или в это время сплит пушишь. Но они же просто убивают пачку. Отправляют пачку крипов. Убивают пачку. Отправляют пачку крипов. Убивают пачку. Отправляют пачку крипов. И так 70 минут. А Артес в это время зарабатывает себе 6000 по золоту. Артес может купить себе сатаник. И еще много чего. Артеса 3800 есть. Сатаника копейки остались Артесу. Ну пусть уже купит и успокоится. Идет драться. Ашары выигрывают 10 тысяч по золоту. По экспириенсу 20 тысяч. Тоже в пользу команды HellRaisers. Что? 11.06 Время? Шутка что ли? 11.06. А, это вот так у нас после часа. Вот так. 11.13. Видите? И 125 тысяч сумасшедших. Сидит смотрит это все. Истерика просто. Ай, крип тут хитрый какой, а? Пришел долбить своих же. А за кого ты, парень? За просто какой-то сепаратизм у нас среди крипов. Нормально. Затесался. Хвост пришел наказывать. Красавчик. Роха упал. Санейка, ты где? Ай, Санейка в это время черт знает где. Санейка на топ-лейне вместе с Хвостом, Фаником, с Артстайлом и, я так понимаю, Дэнди. Да, Дэнди тоже здесь. У Дэнди 6 стой. И этих денег может быть недостаточно Дэнди. Потому что умереть один раз, байбэкнуться и еще раз умереть без артефактов это самая печальная история будет. 72 минуты. Тут уже просто лох последний проиграет. Вы понимаете? Кто проиграет, тот лох. Тут на мужика у нас идет уже терпение просто. Испытываю друг друга жаждой, голодом и отсутствием сна играть. Посмотрите на Джакира. Это керри Джакира, который поначалу просто насасывал у нас на линии. Которого вариантов что-то выформить и выйти в люди никаких не было. Это Джакира, который терпел и просто саму время тут подарки Джакири. Ему просто накапали деньги. Джакира 3 убийства 6 смертей у него. Да, много ассистов, но тут относительная фигня это ликвид файл. Дредд у нас наполучал по голове. БКБ от хвоста. Наконец-то. Нервишки-то у кого-то подздали. Дредд на лох ЭП. Дредда будут стараться забрать. Дальше за Гадемом. Гадема тоже здесь подсловили. И Артес разворачивается и по хвосту. БКБ от Артеса. Дрим Койл по Санейка и по хвосту. Хвоста развалили. Хвоста есть байбэк, правда хвост не выкупается. Сбивают Эггис у нас Урси. На лох ЭП здесь Пак. Где ты, кстати? Пак здесь. Должен умирать. Нет, Пак живет. На Паке 90 КП, но он живет. Фанни. Гоу дальше. Файт против Пак Урсу. Урсу очень быстро развалили. Начинает наваливать по Горцу. Горца отсюда не отпустят. Горец сделает ЭП-аут и подстопить ему нельзя. Можно. Санейка бросает у нас Горца в Дизрапшин. Горец умирает. Это даблкил от Дэнди. Наконец-то с добрым утром, Даня. У-у-у-у. Сайт оф Вайс покупает себе Артстайл. Вот кто созрел, так это Артстайл. И ульта полетела у нас от аппарата. Не попадает ульта не по кому, отрядом мог бы и забрать. Ой. 8000 Ашеры по экспириенсу 20 тысяч Хелл Рейзерс. В этом файте конечно они потеряли много. Нави уже здесь. Нави готовы хоть что-то забрать. Бристалбэк подходит, превращается в свинью и уходит. Подложили Навям свинью Ашеры. Свинью по имени Фанник. Просто жесть какая-то. Фанник. Сделайте меня развидеть это. Под Макропиру подставляется у нас Фанник. Еле-еле здесь бздит вообще. Фанник никуда не уходит из-под Том Стоуна. Артстайл пришел. Чем Ашеры занялись две минуты назад? Кем Нави занимутся сейчас? Дэнди у нас готов драться. Просто, чтобы кто-то подошел. Троих теряют Нави. Артстайла дожигает здесь Дредд. И за Дэнди побежали. И хвост слился, и все слились. И Дэнди единственный, кто здесь живет. Если Дэнди здесь умирает, то, мне кажется, можно просто будет ни ГГ писать, ничего такого. Просто выключать к херам эту игру. Я мирная бабочка. Я созерцаю крипов. Когда рассвет сходит над Дотой, когда заря окатывает грустные печальные лица убитых крипов, я созерцаю лес. это просто жесть какая-то. Ладно, 75-ая минута, 76-ая у нас пошла. Нави слились. Нави хотят немножечко подольше. А нам недостаточно Доты, говорят Нави. А мы не готовы еще заканчивать. Мы как-то подпривыкли. У нас хорошо это получается. Мы нормально фармим. У нас большой нетворс. у нас огромный опыт за плечами. Давайте еще увеличивать его. 77 минут. 77 минут. Хэр заходит на хайграунд. Нет, не заходит. Хэр подошли к хайграунду понюхать, чем хайграунд пахнет. Они не будут заходить на хайграунд, они постоят, попасутся немножко внизу. А там мы посмотрим еще. Артес. На нем висит колд фит. Артес в БКБ. Ульта аппарата попадает по Артесу. Афониджи на лоу хп. Можно забрать Афониджи, а можно отпустить его. Лучше забрать его, пусть делает байбэк, и мы не увидим драг в ближайшее время. Афониджи в Иллюзори Орп у нас уходит. Выхиливают Афониджи, сейвят его просто как чокнутый. Где аппарат? Дай ульту убей Афониджи. Афониджи продолжает жить, никого не убивают. 77-ая минута, и все живы в файте, все. Дримкоил в ответ от Афониджи, он дождался своего звездного часа. Фаник на лоу хп, Фаник умирает у нас, умирает у нас скорее всего из Санейка. Погибает Урса. Один в один, Дредд ловит всех. Задувает в Денди, умирает Денди, умирает Урса, умирает Дредд. 3 в 3 файт. Хвост тут наубивал людей. Хвост делает тп аут. Думается хвосту, да, хвост делает тп аут. Драка заканчивается 3 в 3. 3 в 3 выкупается у нас Ancient Operation. Зачем? Непонятно, на всякий случай. Минус 4000 команда Хилл Рейзерс. Они выкупаются, чтобы идти и допушить. Артес по-быстрому на Тауэр, а тут на бараке есть глиф of Fortification. Что тут будет с Вегой, я даже боюсь представить. Фаник пришел драться против Горца. Байбокот Фаник, а Фаник цепляет у нас Афониджи. Ульта аппарата попадает по Дредду, Дредд фуловый. Можно было и не попадать. Афониджи зацепили. Сплитос поймал Афониджи. Может отсюда попытаться улететь. Да, умирает Афониджи. Я вообще не за убийство. Я более-менее пацифист по натуре, но здесь, чтобы уже все герои быстрее погибли, да, игра хоть как-то закончилась. Или просто добейте свой трон. Артес стоит добивать свой трон. Артес просто в очешуении вообще от этой доты. Он ждет, говорит, почему нельзя продамажить свой трон. Фаник уже в истерике. Просто убейте меня кто-нибудь. Фаник уже не знает, что собирать. Он уже продал все свои вещи и потратил все вещи на курьера. Даззл у нас уже с миллионом вещей. Он не знает, что делать. Фаник на кто на мидлейн. Не могут спушить барак милишный на мидлейне на 80-й минуте. Сквозь крипов, сквозь точнее уже какая-то херня называется в доте, а? Когда какой-то бэкдор протекшн, вот. Сквозь бэкдор протекшн уже Фаник подошел рубить тавера, а вон собака опять отхиливается. Это просто истерика. Это жесть. Дэнди у нас ну что, пошел еще один римкоил у нас от Афонян же. Ульта аппарата. Ульта аппарата по всем. Минус 4 должно быть сейчас минимум. Ульта аппарата очень удачно залетает наконец-то Артес под БКБ. Артес начинает наваливать по Фанику, лупит его по спине и Фаник тут прям ждет этого. Артес на лоу хп. Артеса прячет дизрапшн. А нет, не Артеса, здесь Фаника прячет дизрапшн. В это время забирают Артеса. Поднимают ветра Джекира Санейка сделай с ним хоть что-нибудь. У тебя есть Дефьюжиал Блейд останови Дреда. Кто-нибудь остановите хоть кого-нибудь. Минус 2 сделали нави. Драка продолжается. Горец на лоу хп. Пошел файт. Провязали по горцу хекс. Минус горец. Где в это время Дред? Дред в это время бьет Фанека не пробить здесь. Фанека минус 4 делает нави. Убейте бараки убейте меня друг друга. Кто-нибудь поубивайте друг друга наконец-то. 81 минута. Какого хрена дерби я ждал СНГшное. Вот это дерби. Вот это я понимаю. Заряд запал. Все. В следующей игре нави против вега. Ребята дайте отдышаться. Это просто жопа не игра. Сама жопа. Можно в эфире произносить? Я думаю что меня оправдают если увидят эту игру. Это вот действительно она. википедии напротив этой игры счет и время этого матча и вообще весь реплей растянутая на 80 минут задница. Поздравляем нави. Они отыгрывают 2 поинта. Они зарабатывают первую победу в квалификациях европейских. Они побеждают хэров. У ашэров одна ничья на одно поражение. И сейчас нави будут играть против веги которые сыграли в ничью с ашэрами я на самом деле боюсь чтобы веги не оказались того же уровня что и хэллрейзерс. И у нас впереди не было еще 180 увлекательнейших минут потрясающей снг доты. Шло бы оно все к хренам. Услышимся в следующей игре. А следующая игра у нас по расписанию через 7 минут. я думаю нави немножко отдохнут смажут протезы и увидимся через ну думаю минут 10. Пока что небольшая пауза вопросы в чате постараюсь по возможности ответить. Ну и не забывайте конечно же подписываться на наш канал на твиче. Группа вконтакте в паблике и канал на ютубе. Если какие-то вопросы персональные личные вдруг провтыкаю в чате пишите в личку вк. В группе вконтакте я в администраторах Дмитрий Друг. Буду вас рад услышать по возможности буду отвечать. Все до связи я пошел отдыхать на некоторое время. Услышимся на матче Vega против команды Na'Vi который по расписанию через 6 минут. До связи.